Добрый день, уважаемые слушатели передачи «Финансовый вопрос». В эфире Кулишская Жанна Сергеевна, автор этой передачи, доцент Института управления и финансов. И сегодня у нас интересная встреча после продолжительного перерыва праздников. Мы хотели бы опять рассмотреть новые интересные вопросы, которые волнуют всех и все, что касается финансов. Сегодня у меня в гостях Мосина Ольга, директор фонда микрокрогетования Иркутской области. И если вам интересно, и вы ищете деньги на свою классную бизнес-идею, сегодня мы идем к вам. Итак, добрый день, Ольга. По последним данным Росстата, все больше молодых людей сейчас не ищут работу по найму, а пытаются монетизировать свои умения, свои знания абсолютно самостоятельно. Но отсутствие стартового капитала, отсутствие опыта, доступа к чужим деньгам, кредитным ресурсам, они препятствуют, как говорят молодые предприниматели, начинающие, именно успешной реализации их, конечно же, классных бизнес-идей. Вот расскажите, пожалуйста, как появилась идея создания такого фонда, и есть ли он еще где-то, кроме нашего региона? Продолжение следует... И, возможно, вы можете задать к нам прийти их лично на улицу Рабочая 2А. Значит, вот идея создания микрофинансовых организаций, она появилась очень давно. С начала 2000-х годов появилось очень много региональных и муниципальных государственных микрофинансовых организаций, то есть тех организаций, которые были созданы либо субъектами региональными, либо муниципальными образованиями. Вот в Российской Федерации в настоящее время действует 183 муниципальных и региональных организаций. На территории Иркутской области работает 16 организаций, в том числе одна региональная организация, руководителем которой я и являюсь. Скажите, а кто является учредителем вашей организации? Учредителем нашего фонда микрокредитования Иркутской области является правительство Иркутской области в лице Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области. Это корпорация развития Иркутской области и администрация Ангарского городского округа, с учетом того, что мы выросли из муниципальной микрофинансовой организации в региональную организацию. Вот такая у вас история, интересное развитие. А сколько вам лет? Нашей организации в настоящее время уже шестой год. В октябре 2021 года мы отмечали свой первый пятилетний юбилей и получили очень много поздравлений от наших замечательных предпринимателей, нашего министерства, правительства и очень рады. Замечательно. С прошедшим вас юбилеем. Это очень здорово. Уже пять лет вы в нашем регионе помогаете бизнесу деньгами, тем, что им нужно для своего развития. Ну и еще кое-чем помогает этот фонд. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Скажите, пожалуйста, кто ваш потенциальный заемщик, кто ваш клиент? То есть по направлению бизнеса, есть ли у вас диверсификация, кто к вам приходит наиболее часто и с кем вы работаете? В нашу организацию у нас нет ограничений по виду деятельности. Мы кредитуем предпринимателей Иркутской области, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Иркутской области. У нас порядка 18-20 процентов, в зависимости от года, это предприниматели, которые осуществляют производственную деятельность. У нас порядка 25 видов промышленных предприятий, которые осуществляют разные виды деятельности, именно в сфере производства. У нас доля строителей выросла в 2021 году и превышает порядка 13%. У нас очень активно стали кредитоваться предприятия туристической отрасли. И вот как мы называем креативной индустрией, это вот бытовые услуги, парикмахерские, салоны красоты достаточно активно кредитуются. У нас порядка 3-4 процентов занимает доля медицинских учреждений, в том числе и курорты. Мы кредитуем, есть такая у нас замечательная программа для отраслей пострадавших от COVID. У нас доля общепита тоже достаточно высока, порядка 4-5 процентов. Ну то есть у нас в нашем диверсифицированном портфеле более 40 отраслей. Ну то есть доля их разная в портфеле. Это и доп. образование, это ну вот очень много отраслей. Это и у нас IT-услуги, которые сейчас стали тоже востребованы с учетом удаленного доступа и перевода многих организаций на удаленный режим работы. Скажите, а есть какие-то возрастные ограничения? Нет, у нас ограничений возрастных нет. Мы понимаем, что когда правительство Российской Федерации создавало такие фонды, оно создавало их для того, чтобы они оказывали финансовую поддержку тем предпринимателям, которых мало кредитуют наши кредитные организации. Там существует возрастной ценз, например, предприниматели старше 65 лет не кредитуют. Но у нас есть несколько наших, даже крестьянско-фермерских хозяйств, да, которые, руководители которых имеют такой возраст, но они настолько энергичны, настолько самодостаточны, что мы вот отказать предпринимателю, что у него старший, ну возраст старше 65, мы не делаем. А молодые вот сегодняшние наши слушатели, надеюсь, да, сегодня у нас слушают ребят, которые как раз вот интересуются тем, как создать что-то свое, да, и соответственно, где найти ресурсы, рассчитывая не только же на свои, да, надо же развиваться. То есть молодежь у вас тоже является клиентами, нет ограничений здесь? Нет, у нас нет никаких ограничений, мы с удовольствием работаем всегда с молодежью, да, и вот в 2021 году мы выдали несколько займов предпринимателям, которым на момент получения займа было 20, 22 года, 19 лет, да. То есть молодежь, она очень востребована, она очень восприимчива к изменению спроса на рынке, да, оказания каких-то услуг, она более быстро реагирует на те изменения, которые связаны именно с ограничительными мерами, она умеет очень быстро перезапустить бизнес, и мы очень любим работать с вот этой категорией предпринимателей. И у нас прямо в приоритетных продуктах, да, которые определены приказом Высшестоящего Министерства экономического развития Российской Федерации, у нас есть приоритетные виды деятельности. К ним относится у нас молодежное предпринимательство в возрасте до 35 лет. С учетом того, что фонд микрокредитования сохраняет процентные ставки с июня 2021 года, не повышает их, несмотря на рост ключевой, мы молодежное предпринимательство кредитуем по ставке 5,5%. Если вот этот вот молодежный предприниматель осуществляет деятельность в сфере пострадавшим от COVID, а мы под ним понимаем, что это вот сфера бьюти-красоты, да, салоны, парикмахерские, или это сфера общественного питания, то сфера общественного питания, значит, это фитнес-услуги у нас, да, мы кредитуем этих предпринимателей по ставке 3%. То есть вот эта программа нами была разработана в 2020 году, мы продолжили кредитовать предпринимателей по этим же ставкам в 2021 году, и вот в этом году мы уже выдали первый займ вот по этой же ставке, не меняя абсолютно условия кредитования. Ребята, для вас даже условия, да, еще лучше, чем для более возрастных предпринимателей, так что пользуйтесь, действительно, наша молодежь, они лучше чувствуют тренды, они более гибки, изменчивы и хорошо приспосабливаются под сложившиеся условия, поэтому, ребята, все возможности у вас в руках. Скажите, но для этого по уровню образования, то есть не обязательно, вы не смотрите, у вас есть высшее образование, чтобы заниматься этой деятельностью? Ну вот мы смотрим все-таки как бы у предпринимателя набор его компетенций, да, вот мы понимаем, что у нас есть молодые люди, я как волонтер Центрального банка по финансовой грамотности и член Координационного совета по финансовой грамотности, да, я очень часто читаю лекции в институтах, университетах, колледжах, в школах, и вот когда я читала лекцию, урок по финансовой грамотности в школе Тулуни, просто школа номер один, и там школьник из 10 класса, он просто ас по биржевым операциям, и он задавал вопросы, как бы, да, и получила такие четкие, и правильные вопросы, ответы на свои вопросы, да, я понимаю, что вот компетенции у этого молодого человека, они вполне соответствуют уровню какого-то взрослого человека, и мы всегда смотрим, насколько вот ваша бизнес-идея, она устойчива, то есть она стоит и она заземлена, да, то есть есть же идеи, они такие фантастические и очень трудноосуществимые, а если вы, например, докопрофи, да, например, в сфере IT-услуг, вы можете, например, разрабатывать какие-то сайты, разрабатывать какие-то компьютерные программы, которые будут востребованы другими предпринимателями, да, вы можете вполне зарегистрировать себя в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, обратиться к нам за получением займа, мы с центром «Мой бизнес» поможем вам составить бизнес-план, и вы можете получить вот эти деньги для стартового капитала, для открытия вашего вот любимого дела, это может быть у вас какая-то студия, там вот, например, мы недавно кредитовали одного очень интересного предпринимателя, который составляет виртуальные туры по Байкалу, по другим интересным местам Иркутской области, да, то есть с помощью нашего займа предприниматель осуществляет покупку компьютерного оборудования и делает вот эти вот видеопроекты, видеослайды, да, с учетом того, что вот эти вот виртуальные услуги, они стали очень востребованы, да, с учетом вот именно вот этих ограничительных мер. Замечательно. Я вот тогда сразу анонсирую, да, немножечко, я думаю, вы не откажете нам, мы бы хотели, вот ребят, которым интересно именно вот нюансы, которые необходимо обязательно понимать в отношении своей бизнес-идеи, потому что не секрет, что идеями голова кишит у молодежи, но их финансовое обоснование этих идей, вот здесь они немножечко теряются. Если мы бы вас пригласили к нам уже, когда вот снимутся более-менее, надеюсь, ограничения все, и собрались в нашем каворкинге, у нас есть замечательный каворкинг на 10 этаже, с теми ребятами, которые уже горят этой идеей, а вы бы им рассказали, на какие моменты им необходимо обращать внимание, прежде чем сформировать уже прямо свою бизнес-идею, бизнес-план в каком-то вот начальном этапе? Ну, всегда очень с радостью откликаюсь на такие предложения, но могу вам сказать следующее, значит, вот режим вот этого ограничения, да, он может продлиться очень долго. Если вы просто горите, болеете какой-то идеей, вы можете позвонить к нам в фонд микрокредитования, да, вот буклетики я Жанне Сергеевне как бы оставила, да, есть контактная информация. Вы можете, очень многие, например, боятся обсуждать какие-то детали, какие-то эти, боясь, ну, что кому-то может показаться что-то неправильно, некорректно, да, мы абсолютно приветствуем, и мне очень нравится, когда предприниматель задает все вопросы, да, не пытаясь показаться более умным, грамотным, да, а когда человек задает острые, прямые вопросы, да, и получает такие же как бы прямые ответы, да, без всяких там, ну, вот, вот мы думаем, что, ну, вот мы, наверное, вам откажем. То есть мы сразу, понимая вашу идею, мы сразу вам скажем, вот какие точки, какие проблемы мы можем увидеть, вот, в начальном, на начальном этапе вашей вот разработки бизнес-идеи, да, потому что, вот, наверное, все-таки вот в вашем возрасте, да, вам проще, наверное, осуществить какую-то и реализовать какую-то бизнес-идею, которая требует маленькой команды, которая будет участвовать в вашем бизнес-проекте. И вам будет гораздо сложнее запустить какое-то производство, какой-то там, ну, даже, допустим, туризм, еще что-то такое. А когда вот у вас есть, ну, вы еще какая-то команда ваших единомышленников, и вы просто объединились, и хотите ее реализовать, напишите эти вопросы, которые вам интересны, позвоните нам, мы договоримся, мы можем организовать встречу там только со мной, мы можем подключить к этой встрече юристов, нашего финансового аналитика, мы можем сразу же вам помочь с какими-то вот такими чисто практическими аспектами, с учетом нашего, вот мы как региональная организация уже работаем шестой год, но как вот просто микрофинансовая организация, у нас уже опыт работы с 2012 года, ну, то есть практически уже десятый год мы рассматриваем и помогаем в реализации нашим замечательным предпринимателям. И мы вам сразу же поможем и скажем, на что вам нужно обратить внимание. Замечательно, Ольга. Ну, то есть, ребята, мы даже не будем ждать никаких снятий ограничений, но все равно мы вас хотели бы увидеть у нас в каворкинге, и пообщаться лично, как говорится, глаза в глаза, да, и получить, возможно, вот ребята хотели бы вот хотя бы начальные вопросы. А кто уже зреет и кто уже чувствует, что созрел, конечно, не ждите, у вас все возможности предоставлены, обращайтесь ко мне, и я обязательно вас свяжу с нашим сегодняшним гостем. Скажите, пожалуйста, Ольга, вот есть такой вот, ну, скажем, очень ограничивающий фактор – это наличие кредитной истории, когда обращаешься в банк. В вашем фонде вы на этот фактор смотрите? Ну, вот отсутствие кредитной истории, да, то есть, когда молодой человек или молодая девушка, да, не имеет кредитной истории, это абсолютно никак ее неплохо не характеризует, хотя в кредитных организациях отсутствие кредитной истории является стоп-фактором в некоторых банках, да, то есть тут непонятно, насколько серьезно ответственно предприниматель или физическое лицо подходит к погашению, значит, вашей задолженности. И хотела вам сразу же сказать, что вы должны обязательно вот очень внимательно относиться и сохранять свою замечательную кредитную историю, то есть с учетом изменения федерального законодательства, 218-й закон федерального у кредитных историй, ваша кредитная история хранится в бюро кредитных историй не менее 7 лет. И вот эти вот небольшие просрочки по погашению платежей негативно сказываются в дальнейшем на получение кредитов, либо получение кредитов, но по более повышенной ставке процентной, да, а вы сами понимаете, что повышенная процентная ставка, она влечет наиболее, ну, наиболее высокую сумму процентов по вашему займу. Поэтому, когда вы своевременно осуществляете погашение платежей, то вы обязательно, у вас будет на протяжении, ну, долгого времени всего, она у вас будет положительной. Спасибо за уточнение, да, мы тоже как раз планируем в скором времени эфир и хотим пригласить наших уважаемых банкиров, как раз вот береги кредитную историю с молоду, это обязательно, но вот для вашей организации, если вы работаете с молодым предпринимателем, если он еще не брал кредит, для вас это не является стоп-фактором? Нет, для нас не является, и мы не, вот как в банках, мы не делаем следующее, то есть, если у предпринимателя наблюдаются небольшие просрочки по кредитам, то банк выдает займ или кредит по повышенной процентной ставке. У нас процентные ставки не меняются, не от того, что, допустим, деловая репутация, ну, бывают какие-то периоды, например, у предпринимателя менее благоприятные, либо у него были просрочки, ну, в рамках допустимых, да, у нас от этого процентная ставка в базаре не меняется. Замечательно, санкций никаких нет, это хорошо. Нет, санкций нет. Скажите, какой максимальный срок у вас кредитования идет? В настоящее время у нас, к сожалению, срок кредитования 2 года. Вот принято постановление правительства, да, 646-е, которое в режиме повышенной готовности, к сожалению, сократило вот этот срок, с 3 лет до 2 лет. И, конечно, для предпринимателей это, ну, большая долговая нагрузка. Несмотря вот на наши письма, и письма и торгово-промышленной палаты, и министерства, к сожалению, вот правительство пока это решение не изменило. Ну, 2 года тоже достаточно неплохой срок, да, для того, чтобы понять, во-первых, да, как идет дальше фонд. У вас же можно потом будет при погашении кредита и дальше развиваться, и взять еще один кредит. Да, Жанна Сергеевна, я хотела бы тут уточнить один момент. То есть вы можете взять у нас новый займ, не дожидаясь полного погашения. И мы очень часто советуем предпринимателям, не увеличивая долговую нагрузку, а разбить свой, например, проект на несколько частей, да. Вот вы, например, придумали замечательный проект, который хотели бы реализовать с помощью нашего фонда микрокредитования. Вы запускаете свой первый этап и понимаете, что вам необходимая сумма для запуска вашего проекта такая-то. Потом вы видите, что у вас идет развитие бизнеса, у вас расширилась клиентская база, у вас увеличилась выручка. И вы понимаете, что вы бы хотели расширить ассортимент, вы хотели бы закупить какое-то дополнительное оборудование и что-то сделать. Вы захотели там диверсифицировать свой бизнес и к вот этому направлению открыть еще какое-то направление, которое бы снизило сезонность ваших услуг или еще что-то, да. Вы можете вполне обратиться к нам за вторым займом на реализацию вашего проекта. Замечательно. То есть можно и дальше в постоянном развитии здесь работать. Еще скажите, пожалуйста, вот ограничивающим, даже не ограничивающим фактором, а фактором увеличивающим выплаты, да, и сумму вот платежей, это страховка. У вас как вот с этим направлением? У нас мы придерживаемся того, что фонд получает для оказания финансовой поддержки средства федерального и регионального бюджета. Мы получаем их на безвозмездной основе. И поэтому ставки по нашим займам, они, ну, они невысокие и очень лояльные для предпринимателей. Мы понимаем, что фонд не вправе взимать комиссии, страховки. И вот эта вот политика и вот эти вот тенденции, они одобрены нашими учредителями, да, и Министерством экономического развития, корпорацией развития Иркутской области. И у нас председатель правления нашей организации, это Сетников Руслан Леонидович, это первый заместитель председателя нашего правительства, и он курирует работу вот нашей организации. То есть у нас сделано все для того, чтобы мы сделали условия кредитования наших предпринимателей и самозанятых граждан более лояльными, более доступными. И вот мы все время стараемся повышать качество оказания наших финансовых услуг. Итак, надеюсь, вот как бы становится, да, ребятам понятно, если кто-то еще вот не понимал. У меня сегодня действительно мои студенты прямо вот удивлялись ставкам и говорили, в чем-то подвох, наверное, вот там скрытая комиссия, наверное, что-то вы нам не договариваете. Вы понимаете, вот сейчас директор фонда вам рассказывает эта схема, как работает. То есть здесь, как говорится, все честно, без обмана, потому что еще вот с одним стереотипом я встречаюсь, когда микрокредитную, микрофинансовую организацию считают, что это вообще одно и то же. Это грабительский процент, это там по проценту в день. То есть здесь, ребята, совсем все другое. Цель создания этого фонда – это поддержка ваших бизнес-идей и, соответственно, помощь в кредитовании вот этого направления. Ольга, можете назвать какие-то, знаете, цифры отчетные? Вот сколько за пять лет, как говорится, оборот, сколько проектов профинансировано? Ну, а вот можно я еще сейчас остановлюсь на вот этом вашем вопросе? Да, вот смотрите, вы всегда можете проверить, да, какую организацию, какую организацию вы хотите обратиться. У нас на сайте Центрального банка есть реестр микрофинансовых организаций, да, причем там есть два реестра. У нас и микрофинансовая организация, и микрокредитная организация, она может быть как государственной, так и коммерческой. В коммерческой сейчас процентная ставка в день не может превышать 0,5% в день. То есть, когда вы идете мимо по улице, и у вас красивая неоновая какая-то вывеска с 0,5% в день, то есть вы понимаете, что это однозначно перед вами присутствует коммерческая микрофинансовая организация. Вот, и вы еще можете проверить, является ли она официальным кредитором, серым кредитором и, возможно, даже черным кредитором. Все государственные микрофинансовые организации, они состоят как в реестре просто микрофинансовых организаций, так они состоят и в реестре микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования. Потому что основным нашим направлением являются не потребительские займы, а именно предпринимательские займы и займы те, которые поддерживают самозанятых граждан, именно их профессиональную деятельность. За время действия нашего фонда как региональной микрокредитной компании мы выдали 1354 займа на 2,6 млрд. То есть мы более чем в 3 раза выдали займа больше, чем ту сумму субсидий, которую мы получили для оказания вот этой финансовой поддержки. Замечательные цифры и это все в нашей экономике, да? Да, это все на развитие региональной экономики. Ну вот вы упомянули самозанятых и действительно молодежь рассматривает этот вариант регистрации себя, себя по налогообложению именно эта схема интересует. И мы будем обязательно приглашать еще в ближайшее время специалистов налоговых служб, которые расскажут нюансы. Вот с самозанятыми вы работаете, для них какие-то дополнительные условия, есть поддержки кроме денег, потому что они одни, да, вот как бы им самим нужно, не во всем, что они разбираются. Вы помогаете им разобраться самим в своих же планах и деньгах? Ну, во-первых, по состоянию на 31 декабря в Иркутской области уже зарегистрировано более 43 тысяч самозанятых граждан. Вот, и безусловно, мы поддерживаем и оказываем финансовую поддержку самозанятых граждан. В 2020 году у нас стартовал вот этот вот пилотный проект, когда Иркутская область стала работать с самозанятыми гражданами, да, у нас очень активно работает с самозанятыми гражданами, это центр мой бизнеса, давний партнер фунда микрокредитования, да, они предоставляют различные и оказывают различную помощь, не финансовую, да, в том числе и не финансовую, вот. И поэтому, естественно, и очень удобный порядок предоставления отчетности вот в налоговую инспекцию, когда вы с помощью мобильного приложения, да, перечисляете денежные средства, да, со своего дохода, который вы получили за месяц, и у вас сразу же все из мобильного телефона, все видно и можно распечатать все документы. Ну, видите, Ольга, банки как-то вот для банков это не является фактором для того, чтобы рассматривать самозанятых как прямо желанных клиентов, а для вас получается самозанятый это желанный клиент? Самозанятые точно так же, как молодежное предпринимательство, они относятся к приоритетным, да, к приоритетным видам деятельности. То есть мы понимаем, что сейчас, особенно в период ухудшения, вот, экономической ситуации, да, очень многие слои населения, даже имеющие стабильную постоянную работу, здесь происходит как снижение, значит, заработной платы, очень многие люди теряют работу, да, там, в силу разных там причин, да, и вот именно поддержка вот самозанятых граждан, конечно, для нас является приоритетной. Мы в прошлом году выдали 25 займов вот этой категории населения Иркутской области. Ну, прямо вам большое спасибо одним, да, потому что это начало, да, это только развивается, это направление, и хорошо, когда это вот поддерживается, в том числе и через ваш фонд. Скажите, пожалуйста, видела у вас интересный проект, ну, моногорода, вот, если кратко можно, вот, именно для ребят, это не относится к Иркутску, я так понимаю, да, а это для ребят, которые, возможно, живут как раз в моногородах и не знают, что у них есть такие замечательные возможности, что для них вот очень интересного вы предлагаете? Ну, для них, вот, мы вообще для, у нас по программе моногородов нам выделены средства в размере 88 миллионов рублей, но они, естественно, в выданных займах и в свободных средствах, да, мы выдаем займы предпринимателям, которые зарегистрированы именно на территории моногородов, не на территории района моногорода, да, а именно на территории города, то есть предприниматель и бизнес должен осуществлять деятельность именно на территории моногорода. Для них у них ставки половинятся. Ну вот если у нас, например, ставка, например, 5,5, допустим, для молодежного предпринимательства на любой территории, за исключением моногородов, то молодежное предпринимательство, зарегистрированное на территории моногорода, может у нас получить заем по ставке 2,75. 2,75. Ольга, вы когда говорите такие цифры, мне как-то вот и глядя на ставку рефинансирования, да, и на инфляцию, то есть это буквально вообще вот очень дешевые ресурсы. А какие моногорода, вы можете вот сказать? Ну это, конечно, это у нас Шелихов, это у нас Уссулия-Сибирская, это у нас Черемхова, это у нас Саянск, это у нас Железногорский-Лимский, это у нас Устилимска, вот. Это наши замечательные моногорода и все предприниматели, которые проживают на территории, ну мы, конечно, не кредитуем торговлю, которая осуществляет деятельность на территории этих моногородов. А именно производственная, реальная экономика. Потому что, да, мы кредитуем интересные производственные проекты или какие-то вот, ну, стартапов вот кредитовали тоже тех же самых самозанятых, вот по ставке 2,75 в прошлом году вот по этой программе. То есть, если мы смотрим, что вот проект интересный, он такой и для города этот, у нас очень активна администрация города Уссулия, они нам очень шлют много своих предложений, просят кредитовать, поддержать какого-то предпринимателя интересного для этого моногорода. И мы всегда с удовольствием рассматриваем такие проекты. Ну вот, несколько лет назад мы в 2019 году кредитовали устилимского предпринимателя. Он у нас лесник. Но он очень хотел диверсифицировать свой бизнес и 12 лет мечтал выращивать романовскую породу овец. И вот он привез этих овец из Татарстана на наши деньги и с удовольствием их выращивает. И все хорошо. И замечательно отдает кредиты. И уже, наверное, купил. Да. Замечательно. Скажите, какие-то интересные новые проекты? Вот наступил 2022 год. Наверняка вы что-то интересное бы предложили. И особенно вот меня интересуют, конечно, проекты, касающиеся молодежи, студенчества, именно предпринимательства, начиная со студенческой скамьи. Ну, вы знаете, я всегда, мы не говорим, мы всегда очень любим наших предпринимателей. Понимаем, что выносить свою идею, написать ее, воплотить в жизнь, это стоит очень больших усилий. И мы не вправе критиковать или говорить что-то. Для одного предпринимателя, вот, не знаю, там, придумать какую-то там, вот у нас недавно предприниматель, молодой предприниматель получил деньги на открытие компьютерного круга. Да, то есть, вот, прекрасная идея, да. Для другого, вот у нас две молодые девушки запустили с 2016 года шесть пиццерей. Значит, хот-пицца у них называется. Да, и вот в 2021 году они у нас открыли шестой филиал. Значит, вот на свои эти деньги. У них 44, значит, пасты, там, супчика, десертика. И не всегда с таким удовольствием рассказывают про свой замечательный проект, да. И вот, ну, сказать другому предпринимателю, вы знаете, мне не нравится ваша идея, потому что вы выпускаете пиццу. Другие предприниматели у нас выпускают полезные десерты. Это у нас, например, не с кафе-бар там, да. Или еще что-то делают. И вот сказать, что один проект интереснее другого, это было бы, наверное, неправильно, да. Нужно посмотреть, в чем ваша идея интересна и нова. И когда вы ее вот хотите реализовать, вы просто посмотрите. Очень многие не продумывают некоторые варианты, да. Вот, например, я хочу открыть какую-то пиццерию, да. А рядом с тем местом, где вы хотите открыть вашу пиццерию, находятся еще пять пиццерий. А чем вы будете конкурировать с вашими замечательными коллегами, да. Это у вас будут какие-то бонусные программы, у вас будет какое-то другое меню. Чем вы будете в более выгодном предложении? У вас есть какая-то целевая аудитория какая-то этот. Вот несколько лет назад у нас прямо вот были, все поголовно хотели открыть кафе или рестораны в итальянском или французском стиле. Мы привезем повара из Москвы, мы привезем мебель из Италии или из Франции. И вот мне муж там дает вот какие-то деньги на организацию вот этого замечательного кафе. А мы говорим, вот ваше кафе будет расположено где? У вас есть там рядом стоящее здание? У вас есть та целевая аудитория, которая будет получателями ваших услуг? У вас будет какая-то доставка или еще что-то? То есть вот много таких факторов, которые будут являться тем, что насколько будет успешен ваш бизнес, продумали ли вы его. То есть вот ваша идея, у нас есть девушка, которая, закончив художественную школу, очень красиво умеет рисовать картины. И она их прекрасно продает и дарит своим родственникам, коллегам. И у нее здесь уже пул постоянных покупателей, которые покупают эти картины для того, чтобы сделать подарок своим родным или близким. Вот тоже казалось бы, ну и что это такое? Человек инвестировал в свое образование, в свои какие-то творческие навыки, вот такое. Но он получил уже вот такой вот замечательный… Он, по сути, монетизировал свое умение делать. А вы расскажете про интересный конкурс или вот про бизнес-акселератор? Что это у вас будет? Да, мы сейчас вот готовимся к замечательному такому, к такому проекту, да, который мы будем реализовывать его вместе с центром «Мой бизнес», да. Когда будут, будет разработана, ну тут еще раз дорабатывается как бы концепция, да. Когда наши стартапы, то есть это те предприниматели, которые осуществляют деятельность менее 12 месяцев, да, заходят на вот этот конкурс со своими красивыми, интересными идеями. И будет создана, естественно, то жюри, которая, конкурсная комиссия, которая предъявит победителей этого конкурса. И именно под победителей этого конкурса мы разработали очень интересный финансовый продукт. Но об этом я расскажу немного позже. Да, когда вы запустите этот проект, я думаю, наши ребята тоже одними из первых о нем узнают и смогут поучаствовать под действительно очень интересные цифры. Но о них уже интригу мы сохраним, да, это в следующем нашем выпуске. Спасибо большое, Ольга. Ну вот сегодня вы буквально, я думаю, для кого-то вообще открыли мир микрофинансовой организации. То, что для их бизнес-идеи, когда у них опускаются руки и говорят, что денег нет, их нигде не взять, в банке меня не хотят слышать, потому что я молодой, нет ни кредитной истории, ничего нет. У меня зато интересная идея, я ее продумала, я знаю, как делать, но, к сожалению, не имею доступа к заемным ресурсам. А своих, к сожалению, очень мало. И вот получается, что вы как раз предоставляете такую возможность продуманно открыть свой бизнес, попробовать себя в роли предпринимательства, не бояться, главное, этого. Потому что такие мягкие условия, именно что это для региона все делается, поддержка интересных идей молодых предпринимателей, ребята, это вас. Так что я думаю, что дерзайте. И можно тогда, Ольга, вот в заключении нашего сегодняшней встречи, ну какое-то, знаете, такое пожелание, призыв к молодежи, к нашей сегодняшней молодежной аудитории, студентов, про то, как можно построить свой бизнес с использованием вот таких замечательных предложений от нашего региона. Ну вот я хотела бы вот замечательное, вот это вот, конечно, и правильное окончание этой вот беседы, да, то есть неважно в каком регионе вы живете или переедете в другой регион, на сайте профильных министерств или департамент экономики всегда размещена информация об институтах развития. Правительством их создано более 800, это федеральный институт и региональный. И то есть вы увидите, вот у нас, например, это и корпорация развития Иркутской области, это фонд развития промышленности, это фонд микрокредитования, это у нас центр «Мой бизнес», это у нас есть ворота Байкала, да, специально сделана такая организация именно для инвесторов в нашу, именно в наше озеро замечательное Байкал, да, вот. И поэтому, когда вы открываете сайт официального органа, да, и вы видите, что у вас есть организации, которые созданы именно вот региональными правительствами, да, тех регионов, в которых вы проживаете, вы можете обращаться за вот любыми условиями, да, за любой поддержкой, как финансовой, так и не финансовой, и вы свой бизнес разовьете и запустите гораздо быстрее, чем вы сделаете это на собственный стартовый капитал. Потому что вот кроме наших финансовых средств, да, у нас есть центр «Мой бизнес», который оказывает не финансовые виды услуги, это у нас и брендинг, это у нас и разработка сайтов, и бизнес-планы, это у нас и сертификация продукции, это у нас и инжиниринг, ну, то есть там пул вот этой вот поддержки, которая вам нужна будет, возможно, вам нужна будет для вашего бизнеса очень много и очень интересная. И вот когда вы вот это вот изучите, все эти предложения, я думаю, что у вас вот ваш бизнес, он именно будет развиваться вот в основании вашими этими пожеланиями гораздо быстрее, чем если бы вы это сделали в одиночку. И как раз ваш фонд как раз и поможет именно нашим, да, региональным предпринимателям, вам, ребята, помочь, скажем так, уровень нашей Иркутской области, да, наш ВВП увеличивать, валовый региональный продукт. Поэтому спасибо большое, что вы сегодня пришли, рассказали нам. Это не наша последняя встреча, очень интересно будет еще с вами встретиться и поговорить про сами бизнес-идеи. Я надеюсь, вы нам приведете прямо своих клиентов, которые расскажут в нашем эфире ребятам про тонкости, нюансы, которые интересны, но которых ребята просто не имеют возможности, например, узнать. Мы в нашей передаче об этом всем расскажем с вашей помощью. Поэтому спасибо всем, всем здоровья, не болейте, и удачных бизнес-идей и их реализации. Всего доброго. Спасибо большое, до свидания.